Точка зрения христианства на все наши проблемы, это другая. И вот Фёдор Абрамов, у него широкая точка зрения, понимаете. Поэтому его проблемы, его романов, это этические проблемы всего русского народа. В отличие от матерей, была большой и негачейшей, я впервые вкусил духовной пищи. И, братья мои, старший брат Михаил, это на 15 лет меня старше, он был, это был брат-отец. Он был для меня тем же и для всей нашей семьи, чем был Михаил Прясвин для моей семьи. И брат Василий, брат-друг, в доме которого я был всегда желанным гостем, и который очень много, и его жена, которая сидит сегодня здесь, очень много сделали для того, чтобы я встал на ноги, для того, чтобы я первый в нашей семье и почти один из самых первых в деревне получил высший образователь. Воспитанник Балагодского института, который приехал к нам, вот стал директором и преподовал литературу, и с каким рвением, с каким примешанием, с каким пониманием святости всего дела, которое он делает. Он погиб на воздействии. Еще о тех, кто сыграл роль в моей литературной жизни. Тут я много можно не мог бы говорить и называть, ну, прежде всего, говорить о Александре Креповиче Бордовском. И тут я должен, грубо говоря, назвать первого моего лицензента Михаила Леонидовича Сладимского, Мимского, человека с длинкой доброты и такого вот... Для нас особо дорога. Это тема, о которой он коснулся в своем незавершенном романе «Чистая книга». И в этой книге центральным образом для нас, по крайней мере, это... Да, это образ Махоньки, востоке, в котором лежало жизнеописание Марицы Медведевны Креповеновой. И в этой книге, незавершенном романе, есть для нас самое главное. Это понимание той необыкновенной роли, которая придавалась русским человекам, особенно человекам-северянинам, своему вещему слову. И что особенно для нас важно, это какое-то поистине религиозное отношение к исполнительству, как к некоему служению. И вот Махонька рассказывала о своем уже умершем дедушке. Она говорила, что это был необыкновенный человек, солнечный дедушка. И вот это была глыба, вот это был сказитель, настоящий народный сказитель. А я, быть, маленький отросточек, маленькая веточка на этом триле. И очень высоко ценил. Вот маленькая крошечная сегодняшняя программа. Мы ее хотели бы начать с выступления Людмилы Николаевны Иванищенко. Она что-то расскажет, может быть, сказку, которую записано от Марии Дмитриевны Кривополеновой, может быть, еще что-то. И несколько песен, все они, которые записаны не только на пенике. Это ангелский, как бы, с Вологодского. Это вот то, хотелось бы передать ту атмосферу вот необыкновенного этого русского речевого слова и пения. Песня.